Слушайте, такое экспресс-видео хочу записать по поводу того, как происходит эмоциональное выгорание. Я, наверное, с января месяца нахожусь в состоянии прям стресса сильного и в состоянии, ну, какого-то эмоционального выгорания. Начала по этому поводу читать умные книжки, книжку «Эмоциональное выгорание Эмили Нагоски». Я уже рассказывала о ней в одном из своих видео, и ссылочку оставлю внизу в комментариях, так что, если интересно, посмотрите более детально. И вот буквально неделю как я решила обратиться к фитнес-инструктору, потому что поняла, что у меня самой уже не получается справиться и снизить свой вес. Хотя я понимаю, что я не дрищ-пакет, вот как бы видно, и есть куда стремиться к еще большему совершенству. И я обратилась к фитнес-инструктору, которому я, во-первых, вывалила все свои проблемы и про стресс, и про похудение, вернее, его отсутствие. И он сразу же, не раздумывая, дал мне легкие тренировки на, скажем так, ОФП, общую физическую подготовку, и тут же отправил меня на сдачу анализов. Так вот, анализы я сдаю потихонечку, потому что в целом этих анализов нужно сдать тысяч на десять, а меня задушила жаба. Я сдала самые основные в первую очередь, чтобы понять основные проблемы, если они есть, это там щитовидка, инсулин, глюкоза, кортизол. А остальные буду сдавать потихонечку, в том числе там половые гормоны, которые нужно сдавать по циклу, и буду так постепенно выявлять, в чем проблема. И вот, казалось бы, насколько я стараюсь осознанно и логично подходить ко всему тому, что я потребляю, но мне ни разу не приходило в голову сдать банальную глюкозу, кортизол и инсулин. Так вот, я сдала и получила вчера анализы. И оказалось, что там щитовидка, глюкоза, инсулин, все в порядке, но кортизол, кортизол у меня повышен очень даже прилично. И хоть мы понимаем, что я офисный планктон, работаю в офисе, и в целом у офисных сотрудников достаточно высокий уровень стресса, но я была удивлена, что это у меня тоже имеет место быть. Потому что я почему-то считала, что раз я занимаюсь активно спортом, соблюдаю режим сна, соблюдаю более-менее правильную диету, у меня должно быть все хорошо. Но нет. И выяснилось, что поскольку кортизол повышен, нужно с этим работать. И инструктор мне уже рекомендовал биологически активные добавки, которые будут помогать мне справляться с кортизолом. А также он отменил кофе в моей жизни, к сожалению, и разрешил пить чай, обычный черный чай, который содержит кофеин, всего лишь два раза, две чашки в день до обеда. Так что теперь я ложусь спать до 10 часов, пью дополнительные биологически активные добавки, это кору надпочечников, я себе заказала на iHerb, но она пока не пришла. И заказала себе ашваганду, это индийская трава, как я поняла, индийский бат, который помогает снизить уровень кортизола и вообще уменьшить стресс. Ну и там у него множество дополнительных приятных эффектов, помимо снижения уровня кортизола. Так что вот на сегодня, на субботу, 20 марта у меня повышенный уровень кортизола. Ну и посмотрим через месяц, к чему приведет употребление вот этих биологически активных добавок ашваганды и коры надпочечника, который, я думаю, придет недельки через две. И отказ от кофе и регулярный сон с 10 утра до 6 утра по будням. И ну на выходных я себе позволяю спать, как проснусь. Вот сегодня проснулась в 7 утра. Вот, так что посмотрим, что будет и как эти все мероприятия помогут в снижении уровня кортизола. Так что с вами была Анна Кафырина. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok